OBD-2 код неисправности техническое описание, реле сцепления компрессора кондиционера, высокий уровень сигнала, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности, DTS, который применяется ко многим автомобилям OBD-2, с 1996 года выпуска, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили GM, Chrysler, Chevrolet, Dodge, Jeep, Cadillac, Ford, Ram и т.д. несмотря на то, что общие этапы ремонта могут отличаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии. Код неисправности P0647O, B, D, 2 связан с цепью управления реле муфты кондиционера А, С, когда модуль управления силовым агрегатом PSM или один из других вспомогательных модулей управления обнаружит неправильные сигналы в электрической цепи управления реле муфты кондиционера, будет установлен код P0647, в зависимости от транспортного средства и конкретной неисправности этот код может быть установлен до 8 раз, прежде чем загорится контрольная лампочка двигателя. Целью цепи управления реле муфты кондиционера является управление работой кондиционера, это достигается путем подачи питания на муфту кондиционера для включения компрессора кондиционера, в зависимости от конкретного транспортного средства эта схема может быть очень сложной и включать несколько модулей управления. Код P0647 устанавливается PSM, когда он обнаруживает слишком высокое напряжение в цепи управления реле кондиционера, какова серьезность этого кода неисправности? Серьезность этого кода может варьироваться от простой лампочки проверки двигателя с нормально работающей системой кондиционирования до плохой работы или ее отсутствия вообще, каковы некоторые из симптомов кода? Симптомы кода неисправности P0647 могут включать, плохо работает кондиционер, а, c не работает вообще, проверьте, горит ли двигатель, каковы некоторые из распространенных причин кода? Причины для этого кода P0647 могут включать в себя, неисправное реле сцепления кондиционера, неисправная муфта кондиционера, сломанный ремень заземления модуля управления, неисправный модуль управления, перегорел предохранитель или предохранитель, если применимо, разъеденный или поврежденный разъем, Система кондиционирования с низким или избыточным обслуживанием, неисправная или поврежденная проводка, неисправный компрессор кондиционера, неисправный ПКМ, какие шаги по устранению неполадок P0647? Первым шагом в процессе устранения неисправностей для любой неисправности является исследование бюллетеней технической поддержки, TSB, для конкретного транспортного средства по годам, модели и силовой установки, в некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, если направить вас в правильном направлении. Вторым этапом является тщательный визуальный осмотр для проверки связанной проводки на наличие явных дефектов, таких как царапины, протирка, оголенные провода или пятна ожогов Далее следует проверить разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и поврежденных контактов, этот процесс должен включать все разъемы проводки и соединения с компонентами, включая модули управления и заземляющие провода, эта схема может быть очень сложной и включать в себя несколько реле, предохранителей и предохранителей в некоторых случаях. Расширенные шаги и расширенные этапы становятся очень специфичными для транспортного средства и требуют соответствующего современного оборудования для точной работы, для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические характеристики для автомобиля, требования к напряжению будут зависеть от конкретного года и модели автомобиля. Проверка напряжения Процесс проверки напряжения для этой цепи требует конкретных рекомендаций по устранению неисправностей и в правильной последовательности, дополнительное оборудование на соответствующем автомобиле определит требования к устранению неполадок, дополнительные параметры и оборудование влияют на количество модулей управления, участвующих в процессе устранения неполадок, пожалуйста, обратитесь к списку возможных вспомогательных модулей управления, перечисленных выше. Если этот процесс идентифицирует отсутствие источника питания или заземления, может потребоваться проверка непрерывности для проверки целостности проводки, модулей управления и других компонентов, в этот процесс могут быть включены все заземляющие ремни модуля управления Испытания на непрерывность всегда должны выполняться при отключенном питании от цепи, а нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 Ом, если иное не указано в технических данных, сопротивление или отсутствие непрерывности является признаком неисправной проводки, которая открыта или замкнута и должна быть отремонтирована или заменена, каковы некоторые общие исправления для этого кода Замена реле сцепления кондиционера, замена перегоревшего предохранителя или предохранительной вставки, если применимо, очистка от коррозии разъемов, эвакуировать и перезарядить систему кондиционирования, ремонт или замена проводки, ремонт или замена наземных ремней, замена модуля управления, замена муфты кондиционера, замена компрессора кондиционера, перепрошивка или замена PSM распространенные ошибки могут включать в себя, самая распространенная ошибка при диагностике кода P0647 заключается в неправильной диагностике симптомов и кодов, это из-за сложности. Замена компонентов кондиционирования воздуха, когда поврежденная проводка, заземление или другой компонент являются проблемой, очень часто встречается в этом кодексе надеемся, что информация в этой статье была полезна, чтобы указать вам правильное направление, чтобы исправить проблему с вашим кодом ошибки цепи управления реле муфты кондиционера, эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет.